Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Дело Джезри обсуждалось в ЕСПЧ. Окончательный срок подачи заявлений на выборы в Национальное собрание Республики Армении сегодня. В ближайшее время будет подписано соглашение о военно-политическом альясе между Арсахом и Арменией Виталий Баласанян, строительство правового канала от водохранилища Сарсанга в начале проекта. Благодарные за освобождение от ИГИЛ сирийцы посадили осады себе на плечи. В Анкаре состоится мероприятие, посвященное 81-й годовщине Лизни в Дерсиме. Армянская церковь, которой 1400 лет, используется в качестве сарая. В Европейском суде по правам человека были заслужены сообщения о нарушении прав человека во время комендантского часа в Джезри. В Европейском суде по правам человека слушания проводились на основании жалоб на нарушение прав человека во время комендантского часа, провозглашенной в районе Джезри. Их адвокаты Омер Эльчи и Орхан Тунч участвовали в слушаниях. Адвокат Разман Демир заявил, что время комендантского часа в Джезри силы безопасности действовали против Европейской конвенции по правам человека. Это первое обсуждение того, что произошло из-за комендантского часа в Турции. По завершении обсуждения было сообщено, что ЕСПЧ позднее сообщит о своем вердикте. Сегодня в 18.00 истекает срок подачи избирательных списков в Центральную избирательную комиссию. Внеочередные парламентские выборы 9 декабря будут проведены по Старым избирательным кодексам, принятым прошлыми властями. А это означает, что помимо пропорционального списка партии, альянсы должны также представить свои территориальные списки в Центральной избирательной комиссии. Альянс «Мой шаг» уже утвердил свой список. Первым номером, как и ожидалось, будет исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян. Республиканский список возглавляет бывший министр обороны Армении Виген Саркисян. Список партий «Процветающая Армения» возглавит бизнесмен Гагик Царукян. Вооружен Авидесян, первый партий Сосна ЦРР. Партии «Дашнакцутсюн Республика» и «Свободные демократы» «Блог.Мы» также объявили о своем участии в выборах. Подписание военно-политического альянса между Арцахом и Арменией крайне актуально. Об этом сообщил на сайте aravot.am секретарь Совета безопасности Арцаха Виталий Баласанян. «У нас должен быть этот документ, в котором говорится, что Армения является гарантом безопасности народа Арцаха. Здесь термин «гарант безопасности людей», а не «гарантом территориальной целостности», потому что сегодня у нас есть территории, контролируемые Азербайджаном», – сказал Баласанян. Он также отметил, что в мае это предложение было подано властям Армении, и это было принято. По словам Баласаняна, им были даны соответствующие инструкции, сделана колоссальная работа, и мы можем сказать, что пакет уже готов. Из-за недавних внутренних событий в Армении он был отложен, но я убежден, что вскоре после парламентских выборов у нас будет этот документ, – сказал секретарь Совета безопасности. Советник президента Республики Арцах Нагорно-Карабахской республики, представитель президента по особым поручениям Араи Карутюнян, сообщил о позитивных результатах переговоров, проведенных им в ходе последнего визита в европейские страны. По его словам, во время визита и по итогам последовавших за ним интенсивных обсуждений, успешно завершены переговоры вокруг реализации инвестиционного проекта стоимостью в более 100 млн долларов США. В результате очень скоро, благодаря иностранным инвестициям, будет дан старт строительству правобрежного водоканала Сарсанга. Строительные работы продлятся несколько лет. Канал позволит по каскадной схеме доставить из водохранилища воду самотеком для орошения полей Мартакерского района. Будут основаны три новых водохранилища, орошаемыми станут более 10 тысяч гектаров земли. Это программа, которую мы ждали очень долго и которая, на мой взгляд, станет одним из самых крупных экономических проектов Арцаха. Гарантом развития сельского хозяйства района написала Райка Ручинян на своей странице в социальной сети Facebook. Как он указал, инвестиционный проект позволит удвоить площадь орошаемых земель в Арцахе. Райка Ручинян отметил также, с инвесторами достигнута договоренность о строительстве новых ГЭС на каскаде, что увеличит объем производимой электроэнергии, стимулируя ее экспорт. Акционеры инвестиционных компаний, не имеющие, кстати, армянского происхождения, внесут свой важный вклад и в деле развития садоводства, указал советник президента Арцаха. Благодарные за освобождение из плена ИГИЛ жители сирийской провинции Сувейда на официальном приеме у президента Сирии Башара Асада подняли его себе на плечи. Глава государства встретился с освобожденными из трехмесячного плена сирийцами и их семьями накануне. На опубликованном газетой Аль-Ватан видеоролике видно, как несколько мужчин поднимают Асада. Один из них сажает его себе на плечи под улюлюканье женщин. При этом президент чуть задевает головой люстру. Затем собравшиеся скандируют слоганы в поддержку Асада в Сирии. Мероприятие, посвященное 81-й годовщине смертной казни, Сей Треза, Ришик Ошена, Гесена, Ивери Мейкл-Джи, Ушене Сей Дие, Алие Мирза, Сили Гесен Ага, Финдык Агы пройдет 18 ноября в Анкаре. 18 ноября в Анкаре состоится пресс-конференция ДРСИМ 3738 «Общая память» с участием Союза ДРСИМцев, Союза демократической веры, Союза Олеви Бейтеси и Культурных союзов ПИР, Султана Абдалла в Анкаре. Позже будет организована дискуссия с участием Намика Дынча, Месута Оскана, Меншуре Догана. 1400-летняя церковь, армянская церковь Сан-Анаина в селе Дегирменалт в Битлисе используется как сарай. В 1993 году церковь была зарегистрирована Дербекирским областным советом по сохранению культурных объектов. Вокруг церкви сохранились хачкары XV века, а семь хачкаров в западной и южной части церкви были уничтожены. Известно, что церковь имеет два здания. Одна из них была построена в VI или VII веках. Старейшины деревни говорят, что церковь находилась в хорошем состоянии, когда они перебрались в эту деревню. Церковь Сан-Анания – Древняя Армянская церковь, говорят они. Фотограф Бурхан Гундугун случайно обнаружил эту церковь во время фотографирования деревни. Сан-Анания – Древняя Армянская церковь. Мы видели в церкви очень важные исторические ценности. Вокруг церкви есть огромные надгробные плиты и надписи на армянском. Надгробие имеют высоту 5-6 метров, над которой символы, относящиеся к ранней христианской эре. Поскольку участок с церквью теперь приватизирован, к сожалению, оно теперь используется как сарай, отметил фотограф. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию в Алядарц Хамуни Хамшэн. Сан-Анания – Древняя Армянская церковь – Древняя Армянская церковь. Сан-Анания – Древняя Армянская церковь. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!